Добро пожаловать в Казахстан! Наши соревнования продолжаются. Вот и стартовал поединок «Газпром Энергохолдинга» и «Банк ВТБ». И уже на первых секундах «Банк ВТБ» мог забить, продолжив традицию быстрого гола. Прервалась она в матче «Меридиан Энерго» и «Татнефть». Серия угловых от «Банка ВТБ». ВТБ два матча сегодня провел. 1-1 ничья с «Меридиан Энерго» и 5-2 победа над командой «Сбербанк Технологии». «Газпром Энергохолдинг» является одним из лидеров турнирной таблицы. До начала тура столько же очков было, сколько у «Татнефти». и разница забитых пропущенных даже такой же была, плюс 4, но по забитым «Татнефть» находилась выше. Хотя личная встреча в пользу «Газпром Энергохолдинга». 3-0 победа и 2-2 ничья. И эти команды у нас уже встречались по ходу соревнований. Тогда «Банк ВТБ» потерпел поражение со счетом 0-1. Вспомним сейчас, как это было. Благо, позволяет статистика, которая находится на официальном сайте. Единственный гол мы увидели на 10-й минуте. Тогда с передачи Бориса Михайлова забил Армен Газарян. Ну а всего команды провели огромное количество матчей друг против друга. Вот в первых трех играх сильнее был «Банк ВТБ». Тогда были зафиксированы победы. 2-1, 3-1. И снова 2-1. А сейчас забивает Гэх. 17-й отдал. 18-й забил. Выходит вперед. Архимянов забивает с передачи Фролова. Ну, возвращаясь на секунду к статистике, скажем, что она, безусловно, в пользу «Банка ВТБ». Несколько ничейных результатов. Ну, в основном, победы ВТБ. Хочу поправить статистику. «Газпром Энергохолдинг» имеет очень хорошие шансы. «Боржохов» не дает ему бить. Главой «Газпром Энергохолдинга». Конечно, ощущается отсутствие «Банадысинга» в составе «Банка ВТБ». «Битр…» «Б당, бедр…» «Сто感覺!» «Беги, беги! Беги, беги!» «ФролирусER» «Земистр值 américих». Маржохов выиграл борьбу за мяч, Фролову под удар мяч дают. Срединостранный мяч пропустил. У Газпром Энергохолдинга на сегодняшний тур, это первые матчи, им сегодня еще предстоят встречи с МОСЭнергосбытом и Московским банком Сбербанка России. Хроношевский. И выход практически один на один, там коснулся ли мяча вратарь, да. Играет музыка. Хроношевку толкали, сейчас спину. Личная атака могла сейчас получиться у ГЭ. Играет музыка. Наушевский показывает, что снова против него фалили. Сходите на своё! Зачем? А ты хочешь, чтобы я их выгнал с лавки? Типа, лавка должна быть у ГЭГ. ГЭГ говорит, они не пускай сидят. Андрей говорит, мне такой, выгоняй их. Ну, подойди к ним. Что это? Фролов. Сидин оставляет мяч партнёрам. Голиадзе, с частью тела, мяч отбил. Казалось, что уже лежит на паркете и смотрит в совершенно другую сторону. Ну, в бою, встали! Всё, садись, садись! Взрыв! Давай, давай! Давай, давай! Рахимянов. Очень динамичная получается игра, пролетела первая десятиминутка, больше минуты от нее остается и минимальное преимущество АГЭ вставляет открытым вопросу победителя в матче. Отличный перевод Новоселова. Мяч не дошел до Душкина. Внушевский ложное движение и пошел дальше по флангу. Шире, шире, шире. И Душкин бьет. Удар прямо в руки вратарю. Вратаря все равно в поле за такие сейвы говорят, что главное это правильно занять место в воротах. С ударом вратаря заканчивается первый тайм. Не заставил себя долго ждать второй тайм. Газпром энергохолдинг и банк ВТБ продолжают поменявшись сторонами. Встреча между собой. Гэх пока лучше. 1-0 у нас на табло. В целом в перерыве было слышно, что команды довольны тем, как матч проводят. Пушкин говорил, что чуть ли не лучшая игра за сегодня пока. Ну и действительно тяжело в чем-то упрекнуть футболистов ВТБ. Удар безрукавникова. Фролов не дают развернуться и передачу сделать не дают. и удары мяч в девятку летел. А Чула в потере мяча. Чула второй раз уже жестковато играет. Два пола сейчас получает Гэх. Четыре нарушения правил всего Гэх. Сзади снизу, смотрите. Начало второго тайма остается за банкирами, намного увереннее они смотрятся. Фролов, Сидин оставляет мяч, и снова Сидин забирает мяч для ГХ. Все, здорово, здорово, здорово. Сидина одного оставили. Безрукавников сейчас ошибся в оборонительных действиях. И вот Безрукавников во всей красе мяч отобрал и вперед пошел. Ну что, какое решение принято. Фола не было, просто корпусом поборолись. Душкин удар. И вновь приходится выносить мяч футболистам Гэха. Здесь придется на трибунах поискать теперь футбольный снаряд. Найден. Очередной удар Душкина издалека. Все, здорово, здорово. И Таймал берет банк ВТБ. Таймал как-то отвечать, да? Да. А он скорее в пульт летел. Че, Иран, твоя музяка-то играет, да? Нет. Я думал, это ты, что ласточку садишься. Игра продолжается. И пятый фол у Газпром Энергохолдинга. Больше фолить нельзя, иначе будут 10-метровые штрафные удары. Так что теперь максимально аккуратно надо действовать. Иран Душевский. У банка ВТБ какое-то невероятное количество дальних ударов. Фролов очень быстро отдает мяч. Фролов очень быстро отдает мяч. Это, конечно, будет преимущество у Газпром Энергохолдинга. В каждом туре у них скамейка ломится и трещит по швам от обилия игроков. Так что сейчас в концовке они могут, по-моему, себе активно ротировать состав. Что не скажешь о банке ВТБ. Но сейчас у ВТБ будет 10-метровый. Бить будет Душкин. Справа. Чуть выше крестовины мяч летит. Отличная была возможность у ВТБ. Но будут дальше прессинговать лезь с мячом на нескольких соперников. Будут заставлять соперников фалить. И ВТБ готовится выпускать полевого. И выходит сейчас в зеленой манишке без рукавников. Ворота пустые. Мяч рядом со штангой летит. Пернаушевский начинает атаку. Душкина одного оставили. Снова в пустые ворота. Снова мимо. Можно было мяч опустить и... Ближе, ближе, не знаю. Аккуратнее его с паркета уже бить. Ближе, ближе, ближе. Не опускай. Не болей, не болей. А на этот раз точно. И 2-0 становится счет за 56 секунд до финального свистка. Теперь Гэху будет попроще. Даже с счетом перебора фалов. Два мяча в теории реально отыграть за оставшиеся 40 с небольшим секунд. Вот для этого нужно забивать первую уже сейчас. Кутенов затянул с выходом к штрафной. Чуть раньше бы стартовал и третий бы забил. И в пустые ворота снова мимо. Все, финальный свисток. 2-0 итоговый счет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова